сегодня мы покажем вам как сделать пустошовную кладку это пустошовная кладка такие кладки делаются в чечне ну поменьше делаются и в дагестане в индюшене но в основном у нас в чечне любят такие пустошовные кладки и сегодня я покажу небольшой ролик как их делать первые два ряда здесь нужно очень ровно выравнивать потому что это пустошовная кладка тут в принципе вам какие-то миллиметры убивать возможности нету здесь потому что мы ложим ее под тройку электрод вот для маяков на углу используем вот такой электрод тройка поэтому здесь какие-то миллиметры убивать практически нельзя вот поэтому у вас каждый кирпич должен быть вот так если вы там будете уровнем вилять вот так вот так у вас бардак получится поэтому уровень должен быть ровный и сейчас смотрим вот эта половиночка много положил раствора сейчас поменьше покажем один вот видите вот эта перегородка центральной по ней ориентируемся чтобы соблюдать центр бывает что они гуляют в районе от 2 до 3 миллиметров поэтому чуть где-то если надо растягиваем незаметно там такие моменты здесь присутствуют поэтому нужно все это соблюдать это восьмерочка поэтому пустошенные кладки делать из них сложнее чем обычным 12 беломастера боится как говорится вот все отлично и выравниваем соответственно так как у нас этот кирпич по уровню вот как обычно на любой кладке вот здесь и по шнурочке видите сверху покажи вот такой полумиллиметровый я бы сказал зазор который чуть-чуть я соблюдаю все так идем дальше например я вот так час кирма для этой работы не очень удобно у нас в чечне принципе других нет вот так вот так вот так идем дальше это у нас здесь в Чечне вторая кладка по стоимости после Баварской самая дорогая кладка здесь в Чечне Баварская потом идет вот эта за этот у нас в Чечне дают 15 рублей за эту кладку а Баварская по дороже Баварскую я раньше никогда не делал она у меня стоит на очереди но проблем нету я с ней справлюсь два счета я впервые сталкиваюсь с разными нудными плотными такс и что и мусор у меня новый работник очень неплохой хороший такс если вы умеете работать эта кладка несложная если вы не умеете это просто кошмар так что если кто-то хочет научиться этой кладке пусть смотрит внимательно и пусть запоминает то что я сказал когда вы начинаете эту кладку первый ряд допустим вот этот первый ряд практически на каждый кирпич смотрю уровень второй тоже практически так же каждый второй третий кирпич потому что все это должно быть ровно тогда вам уже дальше идти уже не сложно если вы сделаете хороший пластичный растор у меня здесь расторчеток там как-то не соответствует моей пласти а дальше все уже как по шаблону идет если вы там допустите ошибку где я сказал на первом-втором ряду тогда уже приняйте на себя придется вам выкручиваться уже не по детски скажем из-за этой ситуации сложившись вот видите практически как гвозди штампую если раствор чуть лучше сделаю то вообще без проблем кирпич чуть-чуть оскорчатый не положу я на лицо этот оскорчатый кирпич ну вы видели ситуацию так что чуть подальше покажи картину чуть подальше да целом вообще картину очень вот так все это красиво выглядит так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал у нас будет очень много интересных из этих кирпичей я сделаю карниз и покажу очень интересный метод я уверен что вы не видели этот метод который я говорил как этот карниз сделать из него вы поймете так что подписывайтесь на канал до встречи так что вам вы 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 Продолжение следует...